Можно даже чекнуть, наверное? Это сам... Даже чекнуть можно? Можно даже чекнуть, что ли? Видос МБА? Ну давайте тогда. Майк Роботс, это типа Кент Мистера Биста. Мы опасны из моих роботов. Он также самый большой. А вы помните? Ну, наверное, вы не помните, вы слишком маленький, но в моем детстве по телевизору шли бои роботов. И там прям делали роботов с огнеметами, роботов с такими молотками, роботов с циркуляркой, и они там дралися. Вот. И я их смотрел в детстве. Ну вы, наверное, не видели, вы же дети маленькие, школьники чисто. Вот. И шкила малолетняя просто. Малолетние дети. Вот. И круто буллить людей, потому что они просто родились позднее, чем ты. Да? Я считаю, что это весомая причина, чтобы издеваться из школьников. Ладно, шучу. Вот. Прикольные были видосы. С сокрушительными молотками, устрашающими глазами, и еще рядом сюрпризов. Я создал его, потому что меня вызвали на... Кстати, на танка похож. ...битву роботов, которая будет не совсем равной. Моими противниками будут пятеро ребят с пятью роботами, которые будут... Пять роботов? ...биться с моим. Единственное правило, никаких правил. Так что, конечно, бездне... Так я просто... Я бы сделал просто... FPV-трон взял. Привязал к нему головку от... Не от пениса, от этого. От RPG-7. Просто... И просто влетел бы на скорости, и все. Типа, по-моему, очень эффективная херня. Время кинуть оповещение. Ты что, дорбанулся? Я уже кидал. Или ты про ТГ? В ТГ что, не было оповещения? Или было? Не, в ТГ было вообще. Везде кидал, так сказать. Вот. И, короче, эффективная фигня работает. Этот институт никак не обойдется. Не видел ничего круче. Так же, как без опасностей. Что сражаться, так дрожаться. И множество повреждений. Ого, блин. Победитель получит право украсить штаб-квартиру побежденного в своем вкусе. Трэш-ток начался сразу же. Ну что, как настрой? Если ты справишься с Гарретом, я буду в шоке. Вау. Вы думаете, я не доберусь до финального раунда? Мы настроены на победу. У меня в ней тоже нет никаких сомнений. Начнем. Чертельмены, бой должен быть честным. Соблюдайте все правила. Но правил нет. Вот именно. Давайте приступим. Что скажете? Поехали. Пришла пора моим соперникам увидеть, что их закрушит. Встречайте, Кибертанк. Да! Ничего себе! Хорошая штука. У-у-у! Стоп. Надо было его на гусеницах делать, чтобы было еще ключе. Это нарушение правил? Нет, нет, все нормально. Ну, ладно. Согласно нашим правилам, никаких правил нет. Так что пришла пора Кибертанку начать уничтожать соперника. Ага, и тута типа пять роботов. Коди, я представляю вам R2-D2! Да! Из далекой-далекой галактики прибыл первый соперник. Кажется, он не... Ты что, добанутый? Это сейчас вас Дисней запланит. Я не думаю... Кстати, вот такая форма говно его перевернуть на изи. Он просто влетит и перевернет. Проходит по высоте. А дверь что? Выше не поднимается? Он не влезает. Постойте! Коди, ты не подумал, что он может не пролезть? Что ж, это плохое начало. Мы знаем, Марк, мы виноваты. Наконец, робот Коди оказался на арене. Включить шокер. Ну что, Марки? Коди задержал... Как шокер уничтожит танк? ...действовал электрошокер. Воу! И водяной пистолет. О-о-о-о! Не, это... Это... Я понимаю, они, наверное, начинают с самого бесполезного, но это ультра бесполезный. О-о-о-о! Пытаюсь устроить моему роботу короткое замыкание, но, к несчастью для соперников, Кибертанк не боится воды. О-о-о! Убей его нахрен, Кибертанк! А эти усы не только для красоты. Взбей его! Они не знали, что с помощью простого электромоторчика и тросового привода шикарные усы Кибертанка в мгновении ока превращаются в целый ряд острых штыков. Обещаю, это будет быстро и невольно. Эй, Марк, стоп! Сделай что-нибудь! Серьезно, стоп! Эй, ты просто не знаешь, что находится внутри Р-2. Там живое существо! Что? Белка в роботе? Что за бред? Это живое существо! Вы что, долбанулись? Да! Анах, атаковато! Ребеем убить, хотите, быдло! Правил нет, но я думал, что хотя бы Женевская конвенция действует. Как я ошибся! Ну пофиг, минус белка, Я ничего не мог поделать. Теперь лей воду. Давай, давай! И Коди решил пойти на дешевую уловку. Нет, не в ту сторону. При этом стало хорошо видно, что внутри робота пустота. Постой! Значит, белка была только на видео. Это обман! Это ловкое надувательство меня очень разозлило. И я ринулся в атаку. Нет! Уходи, уходи, уходи! Беги, спасай! Не находился. И на этом я не остановился. Я живой! Я живой! Я двигаюсь! Осталось, что какая-то в полотку упадут. Я нанес еще один удар. По полу, он еще жив! И выиграл первый раунд. Нет, ну, говно, ебот прям. Говнище. Говнище. Это была убедительная победа. А теперь кое-что посерьезней. Надеюсь, ты размялся, Марк. Кто же станет моей следующей жертвой? Второй раунд, Марк, вперед, ребята! Двое сразу! Там будет боеголовка от ЭПГ, да? Вау! Близнецы выставили сразу двух роботов. Один с гарпунами с лазерным прицелом, а второй с четырьмя болгарками и боевым... Говно. Полное говно. Вот, давайте подумаем, как можно уничтожить танк Марка Робертса. так, у него резиновые колеса. Ну, огнемет, огнемет необычный, бензиновый, как у этого, у Илона Маска, а огнемет, который сначала разбрызгивает смолой, а потом уже как бы огнем поджигает смолу, чтобы облить его смолой и поджечь. Вот. Что еще, что еще? Не знаю даже. Возможно, надо сделать, поняли, такого очень низкого робота, низкопрофильного, чтобы такой прям ультрафпол шел и под углом, поняли, как трамплин, чтобы с разгона лупануться под него, под... ну, чтобы прям робот Марка Робертса оказался сверху на тебе и там потом снизу штыком таким. Хай Марс. Дроном, но меня это не смутило. Блин, дрон говно. Нету даже боеголовки. Да, за двоими уследить непросто. С нами тебе не справиться. Точно. иди сюда. Не нравится мне этот взгляд. Так, надо его молоком упомянуть, просто попасть. Ну, не попал. Видно, они хотели... Да, дебил в единственную стенку под углом бьет гарпуном. Ну, дебил, отрикошетит. Гарпунить меня, потом опутать тросами и распилить. Значит, пришла пора принять контрмеры, а именно пустить в ход мои сокрушения... стоп, он его типа тросом обматывает? Так он и так сможет есть. стоящие молоты. Их приводят в движение два мотора постоянного тока на 24 вольта. Сила удара каждого молота примерно полтонны. Сколько? 500 кг? пузы. Пузы. Они раздевают в требезги и крошат бетон. Так что пара временных роботов не проблема. Держись от них подальше. А ну-ка. У них есть мошенки и глюшечные. он не дотянется. Поиграйте с ним. Я цел. Смотри, не перевернись. Мне удалось припереть одного к стенке. Но тут со второго взлетел дрон. Что это? Бомба с блестками, Марк. Слыхал он такой? По их задумке блестящий порошок, которым начинена бомба, должен проникнуть под броню Кибертанка. Чё, блин? Вот тебе! Модобочек я ищу. На теме там его было, блин. Как вы посмели? К счастью, у меня есть план на этот случай. Познакомьтесь с моими ленточками. Эй, осторожно! Да! А типа, чтоб гон запутался. Давай, спасайся! Скорее! Осторожно, говорит, не-е-е-е-е-е! Да! Блин! Блин! Нифига себе! Кстати, нормально, может нам на танки такие начать устанавливать? Ну, эти... Хе-хе-хе-хе-хе. Это куда полезнее, чем мангал, вот, который на танке обычно напиливают сверху от дронов. Слушайте, блин, нифига себе, нормальная тема. Хе-хе-хе-хе! Как он предугадал это? Честно, мне просто повезло. На самом деле, это была не случайность. Ведь правил у нас нет. Так что, недели ранее, я положил дрон в коробку сервоприводом и отправил с подставным курьером в штаб-квартиру Dude Perfect. А когда они все ушли домой, я провел воздушную разведку, разузнал все их планы и принял эффективные... Да, и никто даже не открыл, да, вот эту коробку. Просто такие, а, нам коробка? Ну, похуй, он пускай лежит закрытым. Контрмеры. В частности, установил воздуходовки с лентами. Просто и эффективно. видно, да. Надо сказать, эти ленточки хорошая вещь. Почему вы ему аплодируете? Это было умно. Мы признаем, что есть, то есть. Но я устал любезничать. Я ничего не вижу, не вижу. Осторожно. Плохо дело. Очень плохо. Теперь, разобравшись с дроном, я мог вплотную заняться гарпуна. Помогите! Мамочки! Огонь, огонь! Я целищу. В колецо попал. Вот наконец-то хоть что-то полезно. Облично, да! Один из них воткнулся мне в шину. Теперь я зол. Давайте! Они хотели опутать меня тросом и обездвижить, как в Звездных Войнах, чтобы отпилить мои ужасающие молот. Давай, опутывай. И это был блестящий план. Он меня опутал. Так, танк сильнее и он же сам привязан к этой мотузке. По идее, эта маленькая машинка. Кажется, долго от этого никакого. Вот только они не учли элементарные законы физики, которые проходят в седьмом классе. Да, он к себе подтянул и все, как я и говорил. Потому что кибертанк гораздо тяжелее их робота. И, дергая за трос, он легко подтаскивал робота с гарпунами к себе. Он тянет меня в аккурат под удар молота. Огонь! Огонь! Сражаясь с первым роботом, я заметил, что второй замер без движения. Поэтому я... Он вообще будет использовать эти болгарки? Поднял на изготовку усы-штыки, чтобы закончить начатое. Атака! Огонь! Огонь! И тут я понял, что это была ловушка. Я застрял! Меня опять обвели вокруг пальца. Пили его! Теперь, обездвиженной у стены, я был удобной мишенью для робота с болгаркой. Но, к счастью, они в очередной раз переоценили свои силы. Отгон для тарана! Я использую его как трамплин! О, нет! Ты что творишь? Спасибо за помощь! Один мой молот был сильно поврежден, поэтому попытки отбиться... Бля, он отломал молот оттуда. Привели к полной потере молота. Вот это жесткие баталии! Теперь ситуация была явно не в мою пользу. У меня оставалось лишь одно. Я приберегал это на потом, но у меня нет выбора. Красная кнопка. Нажав кнопку на пульте, я послал радиосигнал, который запустил электромотор, который начал разбрызгивать зловонный спрей. Все это было фальшивой батареей, которую подкупленный мной член команды Dude Perfect разместил в их рубке управления, что сильно облегчило мне жизнь. Сражаться так сражаться! Давай домой! Это маню! Блин, просто звуки пердежа начал размещать и все... Ну это, кстати, смешно. Дебилизец какой-то. Ну это... Это... Химическая война, кстати, Женевской конвенции запрещена. Вот вам! Так-то. Я пошел! Марк, это грязная уловка! Правил нет! Я чувствую это зловоние отсюда. Ну и ну! Теперь меня никто не мог остановить, и дальше все было просто. Ура! Я свободен! Сейчас мы с ними разберемся. Красивое завершение второго раунда. Поехали! Да! Как вы посмели бросить мне вызов? Ты! Да! Это был второй раунд. Пока арену приводили в порядок и Спарки убирал поверженных роботов, я предложил соперникам провести короткое состязание в стиле Кранч Лэпс. О, я побью тебя в одном видео дважды. Вау! Начали мы со своей версии битвы роботов. У нас это были белки, которые помогают понять принципы гидравлики. Затем мы сыграли в Скиббл, где побеждает набравший девять очков. Но при промахе все обнуляется благодаря принципу рычага. Нет! Слишком высоко! Еще! Еще! Давай, Кори! Ладно, это реклама его игрушек насрать. Типа, он свои игрушки рекламит. Пофиг. Всем пофиг. Всем пофиг. Вы все равно их не можете заказать там, где вы живете. Скорее всего, кстати. Раунд против Гаррета и Перпл Дозера. Покажи, на что ты способен! Перпл Дозер, Перпл Дозер, Перпл Дозер. Оказалось, что это маленький пиолетовый бульдозер, у которого впереди два гвоздомета и еще два сзади. Для предпоследнего соперника подумал, я как-то слабовато, пока не произошло вот это. Огнемет подплавил мне шины. Да! Покоробил мои глаза и вся конструкция от нагрева потеряла жесткость и прочность. Вот почему всегда полезно снабдить робота пятилитровым баллоном со сжатым углекислым газом. Когда сработает креогенный бульдозер. Как у этого фарсажа сейчас будет туйба. Конь обязательно уступит льду. А, я думал это, блин, пушка будет с ядром. Разобравшись с огненной угрозой, мне надо было вывести из строя гвоздометы. Один гвоздомет упал. Это был первый. Теперь надо было нейтрализовать еще три и при этом защищать от гвоздей своей шины. Второй есть, но я лишился руки. Стреляй, стреляй. Хватит бегать от меня. С третьим я разобрался совсем легко. Рук у меня теперь не осталось. Ты погнула его. Остались только киберусы. Побрей его и все. Это был четвертый. Миссия выполнена. Ни огнемета, ни гвоздомета. Ты выиграл. Ты выиграл. Но у Гэрета была в запасе хитрость. У меня есть кнопка самоуничтожения. Не мог бы ты нажать ее? А почему ты не сделал ее на пульте? Но я же не умный. Тогда все понятно. Однако он все-таки знал мою ахиллесову Я любопытен и это меня подводит. Не могу не нажать кнопку. Не могу сдержаться. И вот забыв от любопытства про осторожность, я направил кибертанк к сопернику и привел в действие остаток правой руки. Надо раза три. Умно. Да, вот так. что за говно нахер? Откуда он взялся? Попался на уловку с кнопкой. Теперь мое положение было плачевным. И что же мне теперь делать? А я еще жив. Кибертанк стоял без движения, придавленный и поврежденный бильярдным столом. И Тайлер решил этим воспользоваться. А что это за робот? Врежь его! У последнего робота был подвешенный топор весом в 15 килограммов, легко разносивший стол в щепке. А что у него в среде? И 30-килограммовый стальной ротор. Да так круто! Это уже лишнее! который вращался со скоростью 4,5 тысячи оборотов в минуту. Мы что выигрываем? Это была очень плохая новость. Мало-помалу соперники сумели сильно потрепать кибертанк. Как нетерпеливый ребенок, разрывающий упаковку подарка на Рождество. Только с гигантским топором. Минус колесо, кстати. Наконец они нанесли последний сокрушающий удар. Они сбрили ему усы. Усы! Мы сделали это! Так, а что у него по итогу осталось? Конфетти выглядело преждевременным и оскорбительным. Что, конфетти? Ведь рефери еще не вынес решение. Вы даже не инженеры, Марк, ты проиграл кучке необразованных гостолопов. Ну и каково тебе? Если честно, я разочарован. Не сомневаюсь. Я разочарован, потому что вам даже в голову не пришло, что у меня, как инженера, есть запасной план. Ну давай. Свет! Кто? Саундтрек! Люк! Нет. Что? Там внутрь еще один грудок. Так, опти, перед вами... Крыса! Что? Робот в роботе! Так воюйте, не стойте, как дебилы-то! Правильно! Внутри кибертанка скрывалась стальная троянская крыса, прибереженная как раз на такой случай. Главная сила толстохвоста в двух неприметных рычагах впереди. В корпусе расположен маховик, который вращается со скоростью 3500 оборотов в минуту. Когда соленоиды включают муфту сцепления, маховик скручивает пучок суперпрочных тросов, которые укорачиваются и приводят в движение зубчатую рейку. И нос толстохвоста отрывается от пола с огромной силой, такой, что он может подбросить 120 килограммов на высоту 6 метров. Ниханасип! Эти наковальни даже повредили деревянные балки на потолке. А раз такое произошло с несколькими наковальнями по 10 килограммов представьте, что будет с творением ребят, зарабатывающих на жизнь фокусами с пинг-понг мечами. Ничего себе! Погоди, не нападай пока! Нам нужно перезагрузиться! Перезагрузиться! Пошел нафиг! Парки, очисти арену! Кстати, на некоторых обломках робота мы оставили автографы. Посмотрите видео Дюд Перфект и узнаете, как вы можете получить один из них. Правда, я могу получить палабанную кастрюлю с подписью? Дэдявую? Ого! Ну что, последний бой! Давай, Роберт! Э, очень круто, очень хочу. Это последний робот? Я, конечно, смотреть не буду, надеюсь, что не так. Запасного плана больше нет. Включай ротор. Кстати, там и ротор спереди, он как бы... Битва на выживание. Поехали! Давай, Наня, задействую ротор. Вперед! На нахер! А все. Вот и все. Так и быть! Верну его обратно. У-у-у! Сильно. Опа! Ого! Нет, с ума сойти! маку! Такого я еще не видел! Я жив! Я жив! Спасибо! Еще работаю! давай, уходи! 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 Он вообще бесполезен против крысы. Вообще! Нет! Там просто дебил на управлении! Когда у вас зряда уже будет? Какая зряда? Там просто дебил на управлении, надо как бы сбоку подъезжать, а не вперед. Не вот здесь, а сзади, в жопу. Кто первый в жопу заедет, тот и выиграл. Мне это не нравится! Логично! Нужен один хороший удар! Давай топором! Я пытаюсь! О, здорово! Было круто! Это вам за конфетти! Ага, теперь я! Я цел, я в порядке! Пора заканчивать. Ты не в порядке! Вперед! Я нанесу инженерный суперудар. Я... Я... Вот так вам! Теперь Толстохвост мог вдоволь наиграться со своей добычей к пущему ужасу проигрывающих. Нет! О, ты еще цел! Нет! Не бей, не бей мой хвост! Ах, еще раз. Да, не попадает. Раши дебил, сам себя, сам себя, Садудоси. Может, это уже лишнее? Парни! Я думаю, мы проиграли! Это наш белый флаг! Мы сдаемся! Как видите, мы повредили даже стены помещения. Технический нокаут. Марк Роберт, наш новый чемпион! Да-да! Да-да! Да-да-да-да! Наверное, осталось лишь одно. А может, не надо? Принимайтесь за дело! Красьте погуще, как следует! Мы стараемся! Эй, парни! Типа тот, кто проиграл, тот... Типа... Типа... Бесплатная рабочая сила? Вы там пропустили! Мы делаем, как можем! Марк! А, это они свою же эту... лаборатор... Ну, пишут его логотип у себя на студии, я понял. Не маляры! Если вам нравится делать своими руками интересные... А в реальной жизни так же, кто первый в жопу зря? Ну да, тот и победил, это правда. Вещи, Кранч Лэпс позаботится о вас. Для детей у нас есть Билдбокс, а для подростков и взрослых Хэк Пэк. В обоих случаях вам доставляют посылки, в которых есть все, чтобы мы могли вместе собрать очередную игрушку, попутно изучая законы физики. Билдбокс это коробка с увлекательной механической игрушкой, которую вы получаете... Можно от него дилда собрать автоматически? Каждый месяц. И отличный первый шаг к тому, чтобы научиться мыслить по инженерному. А Хэк Пэк это следующая ступень. Тут вас ждут роботы, готовые после сборки к работе. Программировать их не надо, но при желании для самых любознательных программу можно изменить. Специальный онлайн-модуль поможет усовершенствовать вашего робота. Если вы любите делать вещи своими руками... В западных школах есть прям роботостроение в школах. Типа, как у нас трудовое, где мы на трудах я не знаю, что вы делаете, шьете, копаем картошку, типа, ну вот это, да? Вот взагнивающие Европе и Америке там, типа, учат строить роботов вот такие платы, как они пипайн называется, используют и туда приделывают какие-то колесика, чтобы ездило и так дальше. Капец. Ну, понятно, вахили с них. Вот. Средства нет сильней. Санечка сломал питона. Понятно, смешно. Или хотите начать... Мы на трудах с учителем общаемся, но это тоже есть такое. У меня в немецкой школе строят роботов из лего. О, прикольно. Вот это тоже круто. ...заниматься и обрести увлекательное хобби, заходите на crunchlabs.com или жмите ссылку в описании к видео. Дайди в жопу, блядь. Не буду я твое говно покупать, блядь. Мне нужны все шоколадки Мистера Биста. Мне вообще не интересны вот эти твои мега-рофлы дурацкие, непонятные. Спасибо.